МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год отвода становится только хуже, но никто на это не реагирует сегодня в выпуске. Платись родителям за отказ от места в детсаду, предложил депутат Госдумы. Инициатива народного избранника поможет решить сразу несколько проблем, но будет ли она одобрена? В память о героях Великой войны десятки наездников организовали шествие в честь 75-летия Победы. Статистика жертв ДТП в регионе растет. Под колесами КамАЗа в Касавьюрте погиб велосипедист. В результате 21-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас следственная оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, от телесных повреждений умерла и женщина, которая попала в ДТП в Каспийске накануне. Она переходила дорогу с двумя детьми на руках в месте, не положенном для пешеходов, когда на нее наехал лихач, который находился в нетрезвом состоянии. С места происшествия водитель скрылся, но вскоре полицейские его нашли. Дети не пострадали, весь удар пришелся на мать ей, к сожалению, спасти ее не удалось. Отметим, что нарушитель, ставший виновником трагедии, ранее был лишен водительских прав. Больше года назад наш телеканал освещал трудности, с которыми приходится сталкиваться с жителем села Большая Орешевка. Изношенный мост, плохие дороги и старые коммуникации. Неразрешимых проблем целая связка. Казалось бы, за год некоторые из наиболее острых вопросов могли бы быть решены. Однако местные власти, по словам людей, так ничего и не предприняли, а проблем стало только больше. Патимат Ханапова расскажет подробности. «Посмотрите на этот мост. Я уже не знаю, сколько лет жители села бьются, требуют, просят, чтобы этот мост восстановили. Вот посмотрите на эти сваи. Сегодня, завтра эти сваи упадут». Этот мост связывает два населенных пункта – Большую Орешевку и Макаровскую. О его аварийном состоянии прошлой зимой делал сюжет мой коллега. Сейчас мост преобразился, только вот в худшую сторону. Если раньше проехать по нему, хоть и кое-как, но все же удавалось, то теперь даже ногой ступить страшно. «Маршрутка не может ездить по этому мосту. Ученики каждый день должны ездить в школу, туда-обратно. Вот ту дорогу, видите, который примитивный мост, по этому мосту она застревает, она не может ездить. До сюда привозят маршрутку детей. Они отсюда идут пешком во время дождя и грязи, снега тоже». «А сколько километров отсюда до школы?» «Отсюда до села уже еще два с половиной километра». «То есть детям приходят два с половиной километра и идти пешком, да». На 30 метрах дороги здесь повсюду торчащие ржавые прутья арматуры, которые вот-вот обвалятся. Сваи словно на соплях, а удручающую картину дополняют вот такие отвалившиеся бетонные плиты. Их здесь называют шутя-могильниками. По виду они действительно напоминают подобные, да и для некоторых животных оказываются в прямом смысле могилой. «Каждый раз бараны падают, коровы падают». «Этот мост препятствует переезду грузовых сельскохозяйственных машин и перегон крупно-рогатого скота, мелко-рогатого скота». Население Большой Орешевки около 3000 человек. И только жители нескольких улиц имеют доступ к чистой воде. А все дело в том, что некогда выделенные на обновление водопроводных сетей средства ушли, по словам местных жителей, не по назначению. В 2009 году в рамках республиканской инвестиционной программы на замену коммуникаций по бумагам было потрачено более 33 миллионов рублей. Однако, ввоз, как говорится, и ныне там. Вот был проведен водопровод, выписаны были колоссальные деньги. На эти деньги можно взять три водопровода поставить. «Все материалы, которые были закуплены и запущены на вот этот водопровод, были самые дешевые, которые возможно было только закупить, по самой низкой цене их закупили. Вот даже посмотрите, вот этот лист элементарный. Даже он по госту даже не проходит. Этот колодец тоже, его даже, он, если просто прыгнул, он должен быть армирован. Арматуры в нем нет, абсолютно нет». Некоторые улицы и вовсе обезвоженные, пока большинство жителей подключены к старым сетям. Новые оказались вовсе непригодны. Трубы прорвало, вода стала загрязняться. Мы обратились в администрацию Кизлярского района, чтобы узнать, как возможно решить эту проблему. Ответ был неутешительный. Коротко, ждать придется еще немало. «Какие-то действия предпринять, действия предпринять в отношении этой водопроводной линии, нужно, во-первых, произвести инвентаризацию, в каком она состоянии. Второе, сделать акт дефектный. И третье, составить сметную». Мы рассказали о двух самых важных проблемах Большой Орешевки. Однако, это далеко не все. Здесь и плохие дороги, и состояние фельдшерско-акушерского пункта оставляет желать лучшего. Но пока жители просят власти решить хотя бы самую насущную проблему с мостами и с водой. По теме Тханапова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Кизлярский район. Вновь обнаружен контрафакт. На этот раз полицейские в селе Дружба Кайкенского района нашли на складе около 1400 бутылок незаконного алкоголя. Товар не имеет соответствующих марок акциозного сбора и иной разрешительной документации. Правонарушители доставлены в отдел полиции. Нелегальная продукция направлена на экспертизу, чтобы установить ее стоимость и определить круг лиц, причастных к распространению контрафакта. В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду. С таким предложением к министру просвещения страны обратился депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. В письме он указал, что в стране до сих пор существует проблема нехватки мест в бюджетных детсадах. Решить ее, по мнению Власова, может помочь ежемесячная выплата в размере МРОТа семьям взамен на отказ от места в детсаду. Мера, по его словам, сократит очереди на получение места в детсаду. Если же родители передумают и захотят отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, то они смогут отказаться от выплат и снова встать в очередь. Помощь врачам продолжает поступать от активистов ОНФ по Дагестану. На этот раз общественники передали средства индивидуальной защиты медработникам Муцалаульской амбулатории. Здесь коробки с защитными комбинезонами, очками, респираторами, перчатками, бахилами и одноразовыми шапочками. Средства были приобретены Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» на благотворительные пожертвования, которые делали граждане и организации, чтобы поддержать российскую акцию «Мы вместе». Муцалаул – это большое село в Хасавертовском районе, и во время первой волны коронавируса заболевших здесь было немало. Пациенты с легкой формой лечились на дому, а тяжелых врачи отправляли в районную больницу. Никаких средств защиты у врачей на тот момент не было. В честь 75-летия Великой Победы в Махачкале состоялось конно-спортивное мероприятие. Дети и взрослые в праздничный день наблюдали за увлекательными скачками и парадом лошадей. Это событие также ознаменовало открытие в Дагестане нового ипподрома. Подробнее Хамзе Нурмагомедов. Праздник начался с парада в честь 75-летия Победы. Десятки наездников в память о подвигах героев Великой Отечественной войны организовали шествие, которое прошло по накатанной спортивной дорожке. Далее прошли сами состязания – скачки на лошадях. Всего было семь заездов. В них участвовали лошади дагестанские и арабские породы, чистокровные английские и полукровные. Отдельный забег прошел среди иноходцев и домашних лошадей – пони. Победителям и призерам скачек вручили денежные призы, памятные медали и грамоты. Это получается у нас двухлетняя первая скачка. Лошадь скакала первый раз. И то, что мы работали, получилось не зря. Сами, честно говоря, не ожидали на такой результат. Ну, надеялись, конечно, но на такой вот результат не ожидали. С другими людьми приехали, услышали, что будут скачки, но хотели тоже приехать, посмотреть, поставить, проверить своих лошадей. Жакеев, тренеров, хозяев верховых животных лично поздравили именитые спортсмены и общественные деятели. Самое важное, что сегодня здесь разных конфессий, разных собрались национальности людей для того, чтобы посмотреть скачки и праздник. Очень прекрасно. Я благодарю людей, которые организовали. Видно же на высшем уровне, потому что у нас достраивается и арена. И я думаю, что для республики это очень такой важный объект. Между заездами известные артисты исполняли нашиды. Среди детишек состоялись конкурсы с розыгрышем подарков. А все желающие смогли отведать главное угощение праздника – вкусный узбекский плов. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсан». Соответственно, все средства, поступившие от спонсоров, от участников, все пожертвования, они будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Новый подром находится за северным постом около Вездного Махачкало, со стороны Буйнакского перевала. Он принадлежит к оноспортивному клубу «Ватан». Комплекс полностью еще не достроен, однако уже готов для проведения крупных мероприятий. Я считаю, для республики это большое, очень большое дело, потому что на сегодняшний день, на сегодняшний час у нас нет нигде. Этого ипподрома не было, исправлю, не было. А сейчас вот он у нас появился. Руководство ипподрома намерено и дальше продолжать радовать жителей республики спортивными мероприятиями. Цель – объединение многонационального дагестанского народа и пропаганда здорового образа жизни. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин